Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Хартфуд. Сегодня речь пойдет вот об этом чуде китайской инженерной мысли. Те, кто уже смотрел видеоролик «Чудеса техники», знают, о чем пойдет речь. Ну а для тех, кто не в курсе, кто, может быть, недавно пришел на канал, я поясню. Очень много споров ходило вокруг вот таких бормашин. Это маникюрные бормашинки, очень слабенькие, примитивные. И говорили о том, что они полностью неработоспособны. То есть, их применение, например, в резьбе по кости, ну, совершенно не представляется возможным. Для того, чтобы развеять сомнения, в китайском магазине «Игербест» я купил вот эту вот самую бормашинку. Обошлась она мне 2600 рублей. Это бормашинка 18 Вт. Для сравнения скажу, что такой же комплект, только 10-ваттный, у нас в магазине, например, стоит 6500 рублей. То есть, видите, порядок цен просто несоизмеримый. Что еще сразу хочу подсказать по вот этим машинкам. Прежде чем совершать покупку, естественно, я сходил в магазин, посмотрел, пощупал их в работе немножко, посмотрел, посмотрел крутящий момент. И, в принципе, понял, что это машинки так более-менее достойные, их можно довезти дома. И решил сыграть с китайцами в лотерею. В общем, в лотерею сыграл и, скажем так, проиграл. Проиграл в чем? Машинка абсолютно работоспособная, она крутится, к ней вопросов нет, за одним единственным только исключением. У нее наблюдается очень большая несоущественность на шпинделе. Крутящий момент, очень хороший, очень привлекательна машинка в работе. Но поскольку бормашинка не отцентрована, то, естественно, работать ей полноценно невозможно. Можно делать черновые операции, но для чистовой работы она не годится. Здесь, должен сказать, что факт того, что бормашинка пришла кривенько, является нонсенсом. Потому что, сколько я их перепробовал, все были нормальные, вменяемые. То есть, биения на валу не наблюдалось. Ну, возможно, мне просто не повезло и попался вот такой брак. Вариантов было два. Первый вариант, это выслать эту бормашинку продавцу. И для того, чтобы он прислал взамен новую, полностью работоспособную, отцентрованную. И был второй вариант, это довести ее до ума. В данном случае решающую роль сыграл спортивный интерес. Я решил просто попробовать своей силой, в том, чтобы восстановить вот эту машинку. Я пока не подготавливался. Все будет происходить абсолютно в реальном времени. Постараюсь видео сильно не затягивать. И сделать его максимально для вас интересным и полезным. Расскажу некоторые приемы работы. Но прежде мы давайте все-таки более подробно посмотрим на эту машинку. Не хочу, чтобы это видео воспринимали как рекламу. Да, собственно, рекламировать-то здесь нечего. Обычная китайская бормашинка. Которая к навалам везде в магазинах. Смысл этого видео заключается именно в технической части. То есть, варианты решения различных проблем. Ну, извиняюсь за мой французский. Как из говна сделать конфетку? Прежде всего скажу, что в этой бормашинке, что меня удивило. Корпус алюминиевый. Хороший металл. Корпус шпинделя тоже алюминиевый. Шпиндель стальной, с бронзовыми втулками. Все вроде бы сделано как надо. Есть, конечно, отдельные недочеты. Ну, вроде как, нормально подошли к этому вопросу. И вдруг вот такой вот кривой шпиндель. Это видео будет состоять из двух основных частей. Первая часть, естественно, теоретическая. И вторая часть практическая. То есть, мы будем устанавливать центровку этой цанги. Либо перетачивать ее, либо менять. То есть, мы рассмотрим различные варианты. И переймем решение, как лучше сделать. Но прежде чем мы начнем, хотел бы... Ну, естественно, давайте посмотрим комплектацию. Бормашинка. Вот такой блок. Там есть еще педалька. Все стандартно, как и во всех бормашинках. Также в комплекте вот такие алмазные боры. Ничего примечательного. Вот так выглядит коробка. И вот такая интересная бумажка. Почему интересная? Не из-за того, что здесь интересные и веселые картинки. А здесь интересный текст. Она на английском языке. Итак, что же примечательно в этой бумажке? А примечательно вот эта часть, где написаны технические характеристики. Но начнем давайте все-таки с блока питания. Вот блок питания 13 вольт до 1,5 ампер. То есть это 18-ти ваттный блок питания. Здесь простейший трансформатор, простейшая плата регулировки. А теперь посмотрим бумажку на сам наконечник. А вот в бумажке на наконечник написано, что выход 18 ватт, либо 32 ватта. И чем же отличаются? Выходное напряжение от 0 до 13, либо от 0 до 18 вольт. И что еще у нас? От 1,5 до 1,8 ампера. То есть 1,5 ампера 13 вольт, либо 1,8 ампера при 18 вольтах. Ну и, соответственно, и получается, что 32 ватта. А 32 ватта, если соотнести с мощностью, например, вот этой машинки, то это примерно пропорция 1 к 2. То есть вот эта бормашинка должна иметь очень высокий крутящий момент. Внутри машинками обязательно заглянем с той целью, чтобы выяснить, что же за двигатель стоит. И может быть действительно есть смысл взять блок питания помощнее, и тогда у нас и крутящий момент будет повыше. И обороты. Для 13 вольт это 20 тысяч, для 18 вольт это 30 тысяч оборотов в минуту. То есть здесь как-то все, либо это универсальная бумажка, либо эта бумажка правдивая, и этот наконечник универсальный может работать с любыми блоками питания. И давайте, наверное, начнем с самого главного. Ради чего вся эта затея? Прежде всего произведем измерение биения на валу. Для этого я закрытил бормашинку жестко на столешнице, и воспользуемся часовым индикатором. Возьму крупный план. Надеюсь, так будет хорошо видно. Сначала покажу биение на валу. Думаю, несоосность биения заметна невооруженным глазом. А теперь воспользуемся индикатором. 25, почти 26 соток. То есть несоосность составляет 12 соток. Это довольно большая величина, и нам ее придется ликвидировать. А теперь посмотрим более внимательно. Очень важный момент. Центральный штифт шатается. А вот центровка наружной обоймы очень хорошая. Это говорит о том, что нам достаточно разобраться с сангой. Итак, мы только что выяснили, что вся проблема заключается в санге. То есть санга кривая. Самый простой вариант решения проблемы, это зайти на сайт сапфир.ру, и за 1682 рубля, ну плюс еще доставку вы заплатите, купить сангу диаметром 2,35, выкрутить родную, вкрутить сюда фирменную, и прекрасно работать. Но получается абсурд. Одна санга получится у вас в итоге стоимостью, как вся бормашинка в целом. Естественно, это нерационально, поэтому мы будем искать другие пути решения. Скептически настроенным зрителям сразу лишний раз напомню, что цена этой бормашинки 2,400 и 2,700 с пересылкой. А вот цена, например, вот этого Marathon M3 Champion 13 тысяч. Strom 204, кстати говоря, сильно подешевел, сейчас стоит 11 тысяч. Сами понимаете, какой порядок цен. Чтобы понимать, о чем в дальнейшем пойдет речь, я сразу возьму наконечник от Marathon M3 Champion, это профессиональная бормашина, и покажу характерные моменты, отличительные особенности. Во-первых, откручиваем колпачок. Здесь стоит очень хороший, очень дорогой двигатель в алюминиевом корпусе. Там крыльчатка у нас располагается, ее видно. Вот эти винты крепят щетки. Щетки угольные. Размер щеток сейчас на память не скажу. Ну, просто щетки здесь заменяемые. То есть, это очень хороший движок. Меняете щетки, и двигатель продолжает работать, работать и работать. Далее, на что мы обратим внимание, откручиваем шпиндель. Шпиндель откручивается вместе с корпусом. Вал двигателя имеет крестообразную форму. И здесь имеется ответная муфта. Это муфта плавающая. Здесь мягенькая пружинка. Это муфта устраняет несоосность и также препятствует передаче вибрации от двигателя к шпинделю и от шпинделя к двигателю. А вот теперь перейдем к рассмотрению китайской бормашины. Это алюминиевый корпус, причем корпус довольно-таки хороший, нормальный сплав. И толщина стенки вот этой трубки, где находится двигатель, составляет где-то около 2 мм. Хвостовик открутить просто так не получится, потому что здесь вот такая импровизированная фиксация, 3 фиксирующих винта. Сейчас заглянем и посмотрим, что здесь за двигатель. Вот один из трех стопорных винтов, острый кончик и на хвостовике крестик. После выкручивания стопорных винтов, все начинает болтаться и теперь мы имеем возможность заглянуть внутрь. Откручиваем. Что мы видим здесь? Обычный дешевый примитивный двигатель, не самый плохой, но и не самый хороший, средненький. Даже немножко уточню, вот этот корпус бормашины, он же и является двигателем, то есть его корпусом. Внутри находится магнит, а вот это зеленое, это не что иное, как заглушка. И здесь, в лучших китайских традициях, к плюсовому проводу припаян зеленый провод, а к минусовому красный. Прежде чем снять корпус шпинделя, покажу вам сангу. Она выкручивается очень просто. Открываем замок и в открытом положении здесь механизм блокируется и эту цангу очень легко выкручиваем. Вот что представляет из себя цанга. Это трубка, спереди разрезанная, фирменная цанга разрезана на три части, китайская цанга разрезана на четыре части. Большое значение это не имеет, просто чтобы вы знали чем они отличаются. Спереди треугольник, нужен для захвата специальным ключом. Вот рабочий конус цанги. Конус здесь цанга усиленная, и хвостовая часть тоже цанга усиленная. Здесь находится резьба с мелким шагом. А вот между конусом и основной частью имеется утоншение. То есть лепестки здесь ослаблены, и это нужно для того, чтобы цанга хорошо обхватывала бор. Броди здесь сделаны довольно тонкие, обработка хорошая, нет никаких заусинцев. Все очень чистенько и ровненько. Единственная неровность заключается в том, что центральное отверстие не совпадает с физическим механическим центром. Шпиндель полый, и в передней части находится конус, который является ответной частью конусу цанги. Теперь откручиваю корпус шпинделя, заглянем внутрь. Здесь также внутри вал имеет крестообразную форму, и также находится здесь муфта. Но с муфтой здесь есть некоторые проблемы. Вот эта муфта представляет из себя кусок пластика, но эта муфта очень грубая, она очень жестко насажена. К тому же внутри, для того, чтобы эта муфта была плавающей, была вставлена пружина. Вот такая. Китайцы, конечно, молодцы, раз пружина должна стоять, ее сюда и поставили. Только не учли, что эта пружина настолько грубая, что буквально при втором или третьем включении эта пружина отдавила муфту, и муфта соскочила. Передаточный механизм просто отвалился. Сейчас я эту пружину просто вытащил, насадил муфту на место, и бурмашинка опять прекрасно работает. Ну а теперь посмотрим сам корпус шпинделя. Распорная втулка, опорные подшипники. Ну, вроде все сделано по уму. Здесь бронзовое колечко. Здесь никаких проблем нет. Единственное, что при накручивании корпуса шпинделя, за счет того, что муфта у нас сделана не совсем правильно, нужно ловить момент, чтобы крест попал на крест. Думаю, что вы уже изредно утомились, и пора перейти к практике, к самому интересному. Но осталось буквально самое малость, несколько слов теории. Для того, чтобы привести машинку в рабочее состояние, нужно проточить сангу, то есть внутренний диаметр. Как это сделать? Делать это, естественно, нужно на рабочем двигателе, непосредственно на самой бормашинке. То есть сангу мы никуда не снимаем, не переустанавливаем. Мы выяснили, что наружная обойма не имеет биений, поэтому сангу прекрасно можно оставить работающей в этой обойме. Есть два основных способа проточить сангу так, чтобы это было действительно правильно. В данном случае здесь значения не имеет дешевая машинка, ничего страшного, если мы не учтем какие-то особенности. А вот если машинка дорогая, то там надо эти особенности учитывать. Итак, первый способ, он же самый простой, и мы сейчас и воспользуемся. Закрываем сангу и протачиваем как есть, то есть формируем новую внутреннюю цилиндрическую поверхность. Здесь вас могут постерегать некоторые неприятности, некоторые нюансы, но опять же в дешевых машинках можно на это закрыть глаза. В дорогих машинках может быть применен также еще второй способ. Открываем сангу, санга у нас расходится. В щели, которые образуются между лепестками, мы вставляем калиброванную фольгу. Ну так, чтобы она не выходила во внутреннюю полость. Дальше закрываем сангу, и у нас санга уже садится не полностью, она остается в полуоткрытом виде. И тогда мы протачиваем сангу уже в полуоткрытом виде. В принципе, сам процесс ничем не отличается, только разница лишь в том, сточим и закрытую цангу, либо полуоткрытую. Сейчас я на этом особое внимание заострять не буду, может быть это нам пригодится в каком-нибудь другом видео. А сейчас я расскажу еще буквально несколько слов о том, чем протачивать. Самый простой способ это воспользоваться стоматологическими борами. Очень важно учитывать, что цанга находится в закрытом состоянии, поэтому внутренняя цилиндрическая поверхность, внутренний диаметр должен быть меньше, чем хвостовик бора. То есть, меньше, чем 2,34. С другой стороны, точить нужно до тех пор, пока мы не ликвидируем биение. То есть, пока мы не получим идеально ровную цилиндрическую поверхность. Если у нас внутренний диаметр получится чуть больше, чем нужно, то вариант тоже есть и очень простой. Нужно извлечь, выкрутить цангу и, например, наждачной бумагой или другими способами просто немного расширить щели, что позволит цанге сжаться сильнее. И последний ключевой момент, чем протачивать. Протачивать проще всего стоматологическими же борами. Но следует учитывать, что боры бывают с мелкой насечкой, бывают с крупной насечкой. Другими словами, есть боры с шестью режущими гранями и есть боры, которых этих граней намного больше. Вот я просто для образца показываю, вот это маленький бор, это обратный конус, он имеет шесть режущих граней. А вот цилиндрический бор, он имеет режущих граней намного больше. И этот бор не подходит. Ну пусть не этот бор, а любой другой бор с большим количеством режущих кромок не подходит в данном случае. Почему же не подходит? Дело в том, что в идеале должна быть всего одна режущая грань. Это как на токарном станке. Можно точить деталь напильником, и мы не производим большого количества стружки. Обработка происходит медленно, и точности обработки мы не получаем. То есть съем материала производится не совсем контролируемо. Если же резец имеет одну режущую грань, одну режущую вершину, то здесь мы весь процесс полностью контролируем. Вот та же самая ситуация и здесь с этими борами. Почему так? А все очень просто. Когда вы режете, вообще в процессе резания, зуб врезается в материал, и естественно он получает какое-то сопротивление. И надо на этот зубчик надавливать. Вот если два зуба, то надо давить в два раза сильнее. Пять зубьев в пять раз сильнее. Ну и согласитесь, что если мы возьмем бор с большим количеством зубов, то нам придется давить очень сильно. И в данном случае просто механической жесткости самого шпинделя не хватит для того, чтобы у нас выдержалась соосность. Я думаю принцип понятен. И в качестве режущего инструмента я буду использовать бор обратный конус с твердосплавной головкой. Твердосплавные боры справляются как с мягким, так и с твердыми металлами, со сталью. Поэтому этот бор здесь очень хорошо подходит. Теперь остается подготовить рабочее место и заниматься переточкой. В процессе работы я сразу по ходу буду пояснять, что для чего нужно. Само собой, что двигатель я буду запускать от родного блока питания в прямом направлении на максимальных оборотах. Сам двигатель жестко закреплен на столешнице в металлическом швеллере. А теперь сам резец. Это сосновая реечка. Здесь я продавил просто канавку и закрепил бор при помощи трех саморезов. Точить нам не очень много, поэтому вот этого конуса должно хватить. Если не хватит, то возьмем другой бор. Обязательно условие, что бор должен находиться выше оси вращения. Почему выше? А это нужно для того, чтобы мы могли производить регулировку. Смотрите, что получается. Я наклоняю брусок и кончик бора у нас уходит вниз. Задавая небольшой наклон и проходя легонько бором внутри шпинделя, мы производим съем. Дальше увеличиваем наклон, делаем второй проход. Еще увеличиваем, делаем третий. Можно все это контролировать рукой, но гораздо надежнее с задней стороны, с нижней, вкрутить какой-либо саморез. И дальше выкручивать его постепенно. И таким образом у нас будет очень четко сохраняться уклон. Ну и еще одна немаловажная деталь, которая нам понадобится, это направляющая шина. Просто любая планка, которая будет направлять движение резца. Продолжение следует... Пришлось немножко доработать бор. Сделал конус более пологим, для того, чтобы он проникал глубже. В данном случае можно ориентироваться просто по звуку снимаемого материала. Делаем небольшую проверку. Единственной сложностью остается контроль внутренней поверхности. Где мы сточили, где не сточили. Но контролировать на самом деле очень просто. Можно прямо так открыть цангу. Выкручиваем. Просто светим внутрь фонариком, и нам будет понятно, где мы сняли, где не сняли. Или есть еще другой вариант. Берем цилиндрический бор и протаскиваем его вдоль. То есть делаем продольные риски. После того, как мы нанесли продольные риски, контролировать съем будет гораздо проще. Мне осталось сделать последний проход. И я добавляю наклон. Последний съем. Нужно делать не менее 10 проходов. На одной и той же настройке. Поскольку у нас нет идеальной абсолютной жесткости. Материал деформируется. Он и срезается, и сминается. И после нескольких проходов мы окончательно вычищаем внутреннюю цилиндрическую поверхность. Цанга получилась немножко прослабленная. Поэтому нужно будет слегка расширить прорези. Работа практически закончена. И вы обратили внимание, что цанга получилась прослабленная. Но что делать? Самое главное, чтобы внутренняя поверхность была идеально цилиндрическая. Идеально отцентрована. И теперь остается только немножко увеличить зазор в прорезях. Можно прорезать эти прорези дополнительно более толстым диском. Можно воспользоваться наждачной бумагой. Например, 500-600 единиц. Вставляем и очень медленно, потихонечку, не спеша шлифуем. Сначала в одну сторону, потом переворачиваем в другую. В принципе, практически все готово. И остается последний штрих. Цанга внутри имеет довольно большой диаметр. И хвостовик бора там неизбежно будет болтаться. Для того, чтобы убрать эту болтанку, сзади нужно вставить пластиковый конус. Это самый оптимальный вариант. Берем любой огрызок. Например, палочку от Чупа-Чупса. Или другую пластиковую трубочку, которая довольно плотно сюда входит. И после этого любым коническим предметом, либо игольчатым бором, коническим бором, или просто шилом, разгоняем и делаем здесь конус. После этого это маленькое колечко отрезаем и вставляем в хвостовик цанги. Вот с этой части, где резьба. Ну и теперь давайте посмотрим, что же получилось в результате всех наших манипуляций. Возьму крупный план и немножко порежу косточку. Звучит музыка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...